Коллеги, добрый день. Это вводная часть ряда видео лекций, в которых я вам расскажу о таком инструменте, как Кликсенс, о BI-инструменте, как с помощью него можно решать бизнес-проблемы, и о том, кто может стать специалистом BI, кто может переквалифицироваться на BI-специалиста достаточно легко, из каких смежных областей туда можно попасть. Ну и в целом я расскажу про BI и сделаю небольшой обзорчик, как выглядит Кликсенс изнутри. Приятного просмотра. Основная цель Business Intelligence – это взять бизнес, какой-то большой, крупный или не очень, достать из него всю цифровую информацию, до которой можно дотянуться, отделить от этой информации необходимую, структурировать ее в понятную для человека модель данных. После этого необходимо полученные данные визуализировать, сделать красивые графики, красивые дашбордики, таблицы с возможными отчетами, с возможностью взаимодействовать интерактивно с этими данными, и передать полученное все владельцу бизнеса или бизнес-аналитику, который на основе этих данных уже сможет принимать решения и видеть какие-то или проблемы, или, наоборот, успехи предприятия. Для крупного бизнеса, да и в принципе бизнеса в целом, очень важно понимать, что происходит прямо сейчас на реальных данных, или сравнить, что происходило раньше, то есть производить какой-то анализ. Потому что BI-системы должны давать возможность принимать решения и основываться на реальных данных. Для бизнеса важно понимать, что происходит сейчас. Потому что для того, чтобы развиваться, расширяться, двигаться куда-то вперед, надо понимать, в какой точке ты находишься и в какую тебе точку нужно прийти. И чтобы вот этот вот твой компас показывал правильное направление. Для этого нужен BI. Вы сможете всегда увидеть, что где-то вы отклонились с курса, где-то вы, наоборот, с успехом движетесь вперед, увидеть, что вас там задерживает, что не дает продвигаться к цели. Но, чтобы все это сделать, чтобы сделать систему BI, внедрить ее в бизнес, необходимы квалифицированные специалисты в различных областях. Такие специалисты, как программисты, всякие Data Science, Data Engineer и вот прочие, вот все вот их миллион различных вариаций программистов, которые нужны, чтобы доставать данные, чтобы обрабатывать данные, чтобы передавать данные. Дальше нужны будут дизайнеры, чтобы грамотно составить визуализации, чтобы наши дашборды выглядели понятным пользователю, приятным пользователю, чтобы там были хорошо подобраны цвета, шрифты и вот это все. Еще момент про дизайнеров. Очень важно, чтобы дизайнер мог показать, какая из информации будет полезной, то есть на какую информацию обращать внимание в первую очередь. Допустим, в визуализациях есть много визуализаций и вот основные там KPI, они должны быть сверху, как-то выделены цветом. Если что-то пошло не так, пользователь должен понимать, что вот что-то пошло не так сразу же. Поэтому дизайнеры очень важны. Ну, программисты тоже важны, но дизайнеры являются неотъемлемой частью бизнес интеллендженс. И, собственно, бизнес-пользователи, сами специалисты, бизнес-аналитики, которые будут смотреть на полученные дашборды, видеть эти данные и принимать решения какие-то, которые будут проводить как детективное расследование по поводу этих данных, смотреть причинно-следственные связи, что меняется, что происходит. Ну и, разумеется, при самой разработке эти же бизнес-аналитики должны будут выставлять требования, что они хотят видеть, что они хотят проверять, что они хотят исследовать. Вот, это прям такой обобщенный список. Рынок BI очень близок к ИТ-сектору. То есть зарплата там, разумеется, тоже близко к ИТ-сектору находится. И если вы задумывались, что вам хочется как-то попасть в IT-отрасль, во что-нибудь передовое, инноваторское, то сейчас я расскажу, кому будет просто это сделать, кто будет востребован в BI и, ну, потенциально добьется больших результатов. Если вы связаны с дизайном, понимаете, как доносить до человека информацию через визуальный ряд, понимаете, как там выглядят цвета, как все можно сделать красиво и понятно человеку, то вы можете пробовать себя в BI. Если вы занимались решением бизнес-проблем, бизнес-задач, это какая-нибудь бухгалтерия, что-нибудь такое, работали с цифрами, работали с проблемами бизнеса, или там хорошо понимаете какую-то отрасль изнутри, долгое время в ней находились, то вы можете пробовать себя с BI как бизнес-аналитик. То есть решать, задавать вопросы к данным, получать ответы и предлагать какие-то решения. Это очень востребованное сейчас направление. Ну, если вы программист, я на самом деле уверен, что у вас и так уже все хорошо, но, допустим, вы всегда мечтали заниматься решением крупных проблем, крупного бизнеса, каких-то таких вещей, попробовать себя в чем-то новом, потому что BI сейчас развивается семимильными шагами. Вы можете просто врываться в эту отрасль и делать что-то по-настоящему крутое. В любом случае на рынке сейчас очень сильно недостает специалиста в области бизнес-интеллендженс и зарплата там практически как в IT. Вы можете зайти на Headhunter, посмотреть, что там происходит. Много где, просто даже зарплата не указывается, просто как договоритесь. И обычно это большие деньги, хорошие. Итак, если я вас заинтересовал, давайте посмотрим, как выглядит Кликсенс и что это такое. Для начала, если у вас нет своей версии Кликсенс, вы можете зайти на сайт click.com и попросить у них триальную версию. То есть все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться в этой форме, перейдя по данной ссылке, и подтвердить свою почту либо телефон, смотря куда они пришлют вам оповещение. И у вас появится 30-дневная триальная версия Кликсенс, чтобы заниматься, учиться и изучать технологии бизнес-интеллендженс. Давайте я кратко продемонстрирую, как будет выглядеть работа с Кликом, не сильно заостряясь на детали, просто покажу какой-нибудь простой пример. Сделаю приложение от начала до конца. Для этого мы будем использовать Википедию и получим список самых дорогих брендов мира. Я возьму, скопирую себе ссылочку сразу и открою свой клик. Это у меня десктопная версия, она не сильно отличается от веб-версии, которая, скорее всего, будет у вас. Но не стоит на этом зацикливаться, там различия минимальные. Нажимаю кнопочку «Создать приложение» и назову его, например, «Мое первое приложение». Пойдет. После этого мы открываем приложение и необходимо загрузить данные. Он нам сообщает, добавьте данные из файлов и других источников. У нас как раз другие источники. У нас веб-таблица, а это у нас веб-файл. Поэтому переходим сюда, вставляем данные с Википедии и вводим в имя таблицы, например, «Бренд». «Бренд» пойдет. У нас сразу подгружаются возможные варианты. Мы видим, что в данном случае на этом веб-файлете доступно две таблицы. Это таблица по годам и как менялась топ-10, либо таблица с чем-то непонятным. Давайте поменяем кодировку на Unicode. Теперь мы видим адекватно, как это выглядит. И это тоже таблица какая-то по общему счету с разбивкой по индустриям. Давайте возьмем эту таблицу, которая дает детализацию по индустриям. Нажимаем «Следующий», «Загрузить данные». И мы видим, данные успешно загружены. Автоматически создался новый лист. Давайте сразу его поменяем. Добавим диаграмму «Фильтр». Например, мы хотим видеть возможность выбирать, какие индустрии у нас были. И добавим диаграмму, допустим, линейчатую диаграмму. Как-то так. Добавим сюда измерение «Бренд», а в меры «Стоимость», просуммировав ее. Так. Прекрасно. Что у нас получилось? У нас получилось вот такой вот дашборд, лист, который дает нам возможность выбрать конкретную какую-либо индустрию. Например, давайте выберем легковые автомобили. И клик нам автоматически выдаст вот такой вот топ брендов, полученных из таблицы на Википедии. Либо, допустим, одежда Nike, Zara, Adidas. Либо региональные банки. Ну, все достаточно просто и понятно. Еще мы можем сделать какую-нибудь такую вот штуку. Например, выделить интересующие нас бренды. Вот. И посмотреть, к каким индустриям они относятся. Алкоголь, быстрое питание, логистика и так далее. Более сложную информацию, например, что такое меры, измерения, мастер-итемс, как загружать те или иные типы таблиц, и как, в принципе, стыковать друг с другом, мы рассмотрим в следующих выпусках. И на этом мы сегодня закончим. Буду ждать вас в следующих выпусках. Не забывайте нажать на колокольчик, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие интересные выпуски, посвященные Кликсенс. Был рад с вами сегодня общаться. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok